Ну что, господа, всем привет. Сегодня мы находимся в городе Рудный, закончили свои дела и одновременно хотим посетить еще одно место. Защитить права женщин и детей с ограничениями по здоровью. Сегодня на заседании Национального совета общественного доверия президент Казахстана Касым Жамар-Тукаев дал ряд поручений. Харике, насколько ты внимательно следишь за тем, что говорит наш глава государства? Вообще, к любым фразам и высказываниям главы государства нужно относиться очень щепетильно, потому что от этого зависит вектор и дальнейшее развитие нашего государства. Ну вот, как я считаю, он вообще говорит достаточно правильные вещи. И мы все хотим, чтобы все, что говорил наш глава государства, чтобы все это, безусловно, исполнялось и чтобы все это воплощалось в жизнь. Здесь открылся кризисный центр. Президент поручил восстановить штат в спецподразделении при ОВД, которое будет помогать жертвам. Они должны быть эффективным звеном взаимодействия полиции с гражданским обществом. Однако в свое время их штатная численность была сокращена почти наполовину. Причем в тех регионах, где наиболее часто фиксируются факты бытового насилия. Поэтому мы сейчас хотим проехать туда и глянуть, что называется, наяву, как он выглядит, посмотреть, как он работает. Ну и постараться все это заснять для вас. Какое-то интересное место, да, Кайрат? Ну, что так получается? Не центр, короче, не центральная часть города. Как такой спальный район, как будто идет. Что, бывало вообще когда-нибудь в кризисном центре? Нет, не было. Ну, походу мне все бывает когда-нибудь в первый раз. Ну, я тоже не был никогда. Тоже глядь не посмотрел. Опа! Не так-то просто попасть сюда, оказывается. Не, ну, на самом деле, должно быть так. Здравствуйте. Это этот? Кризисный центр, да? Да. Ага, понятно. А можно вообще глянуть, посмотреть? Сейчас я позвоню. Или кто может вообще разрешить? Мы просто хотели посмотреть, как он работает. Сейчас я без него не буду. А здесь можно постоять вот хотя бы вот табличку посмотреть? Мы внутрь не будем заходить? Здесь хотя бы постоим, пока вы разрешение не спросите. Здрасте. Цель вашего визита. А вот хотели посмотреть этот центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудном жизненном ситуации, Рудинского городского отдела. Цель вашего визита. Позвольте, я представлюсь. Меня зовут Кайра. Рядом со мной Жасуа. Мы являемся юристами и по совместительству блогерами. Более того, мы являемся членами общественного объединения Баурлас. То есть цель нашего визита – это посмотреть вообще, что из себя представляет вот такое государственное учреждение, то есть кризисный центр. И хотели бы как раз-таки попросить разрешение. Никакой провокации, просто хотели посмотреть, как он работает и функционирует. Все хорошо. А вы можете представиться? Я являюсь заведующим отделением жертвы бытового насилия. Моя фамилия – Азваров Рашид Ишмухамедович. Рашид Ишмухамедович. Ишмухамедович. Все, очень приятно. Жасулан, это Кайрат. Очень приятно. Мы извиняемся, что мы без предупреждения вообще пришли. С вашего позволения, чтобы вы нам рассказали, как вообще он устроен. К сожалению, я вас не могу сюда впустить. Здесь идет следственное оперативное действие. Как вообще часто тут следственное действие проходит? Часто. Когда оно функционирует? С 1 октября с прошлого года. А, буквально недавно. Нет, недавно. С прошлого 1 октября 2021 года. Больше полугода. А вот смотрите, здесь получается идет дети. Здесь, значит, поступая к нам, как жертву этого насилия мамы, плюс ребенок, дитю. То есть, может быть, один ребенок, может быть, два ребенка, может быть, три ребенка. При поступлении. И задача центра, это как, в чем заключается? Задача центра, значит, предоставить место, значит, состоится, собирается, создается комиссия из психолога, соцработника, юриста, мною. И, соответственно, значит, мы спрашиваем, причина насилия. То есть, мама, либо получает слух, более подробно рассказывает, в каких действиях она сегодня попала, в какую-нибудь трудную ситуацию. Собравшись с комиссией, мы утверждаем, что она действительно является жертвой этого насилия. Мы заключаем договор, получает слух, подписан этот договор с нами и начинает проживать. Срок проживания полгода. А, они здесь живут, что учаются? Да, вместе со своими детьми. Им, получается, оказывается… Полгода находясь здесь, оказывают социальную помощь. Мама работает, ребенок ходит в школу, либо в детский сад. Если маме необходимо сделать АСП, адрес социальную помощь, значит, мы оказываем адрес социальную помощь. Если маме нужна из потеряла удостоверение личности, мы также документируем. А каково качество содержания, как раз таки обратившихся… В смысле качество? Вопрос. Имеется проживание, то есть, а сколько качественные вот эти услуги? Кровать, ну, постельный, бельеок. Пойдемте. Все, вы бы раздавали. Мы должны как бы это, но я вам покажу. Но чтобы мы не нарушали, то есть, права, допустим. Местные есть у нас, двух местных, вот все условия есть у мамы вместе с ребенком. То есть, в этой комнате есть туалетная, душ, туалетная комната, плюс четырехразовое питание. Уже, завтрак, обед, плотник и ужин. Ага. А на сколько человек рассчитан? Уже 20 человек. Это максимальное количество, которое можно… А это здание, это в аренде? Это здание в аренде. А, в аренде. А, ну, все, получается, Акимат арендует здание, отправляет деньги, чтобы такой кризисный центр существовал, и вы непосредственно свои функции осуществляете. А вот вы по профессии же психолог? Я психолог. Ага. А как можно это все предотвратить? Может быть, какие-то нужные, я не знаю, курсы совместно не только с женщиной, но еще и с представителями мужского? Ну, я хочу сказать следующее, что, знаете, как если мужчина, даже из слова «мужчина», если он содержит семью, если в семье есть дети, он не должен поднимать руку на свою любимую жену. Он потому что мужчина. В любом случае он должен уступить в место. В семье должен кто-то быть добрее и умнее. Ну, вообще, очень много вопросов к вам. Я вообще во время сейчас ограничен, извините. На самом деле так, потому что у нас получатели услуги, и, соответственно, нужно каждому сейчас уже в него уделить, потому что на сегодняшний момент у нас есть поступление в получательные услуги, и надо пронести. Ну, на самом деле, да, Рашид Ишмакомич, спасибо большое за выделенное время. Вкратце, ну, столько информации дали, спасибо большое. Тогда мы не будем вас задерживать. Я прошу. Ну, в общем, друзья, видите, вот такие вот условия такого центра, кризисного центра. Ну, вполне интересно. И, как говорят у нас специалисты, у жизни нет инструкции по применению, поэтому люди делятся опытом и указывают, что в любом случае в семье кто-то должен быть добрее. На заметку мы должны семьи. Вот только что там один был кабинет, он был занят, там были следственные действия, да, какие-то были? Да, куда мы заходим в административную, там ведется следственные оперативные действия. Ага, то есть там сотрудник правоохранительных органов находится. Да. И жертвы бытового насилия. Нет, да, и жертвы бытового насилия. Да, и они делают какой-то протокол, допрос и так далее. А, ну, все, понятно. Ну, все, больше не задержим, уже точно. Все, вам спасибо за подробную информацию. Бываю вас здорово. До свидания. Ну что, Кайра, понравился тебе этот центр или нет? Вообще достаточно, наверное, интересная ситуация. Ну, исходя вот из воспитания наших казашек, ну, они, наверное, ну, не стремятся вообще обращаться вот в такие вот центры. И вообще зачастую вот такие вот правонарушения, они у нас, ну, во многом для нас неизвестны, недосягаемы. И, ну, и скрытый. Как ты думаешь, Кайра, стоит людям знать, что такой центр существует или нет? Ну, именно в таком формате, который я увидел его, да? То есть, и вы наверняка уже имели возможность это все наблюдать. Центр, ну, действительно, замечательный. Нам встретился руководитель. Хороший человек, позитивный человек. Я думаю, именно... Ну, про руководителя, конечно, понятно. Он заинтересован в том, чтобы этот центр существовал, капали бабки, он получал свою заработную плату, ну, и работал над психологическим состоянием жертв бытового насилия. Ну, конечно, мы не можем сейчас видеть результаты проделанной работы у этого органа. Ну, если глава государства ставит задачу создавать вот такие центры, ну, значит, в этом есть необходимость. Какая-то. Ага. Ну, что касается посланий главы государства и его высказываний в части именно оказания содействия жертвам бытового насилия, то да, действительно, инициатива хорошая. Главное, чтобы эта инициатива, она не осталась на уровне просто исполнения, потому что очень много указов, очень много указаний и законов, подзаконных актов применяется, а когда дело доходит до его исполнения, то здесь уже это все как бы натыкается на проблемы, связанные с кадром. И непрофессионализмом государственных служащих для того, чтобы реализовать эти указания и послания. Да. Если говорить в двух словах, Карат говорит, у нас очень много крутых идей, но они иногда хоронятся из-за того, что неправильный подход идет со стороны чиновников. Все, друзья, это был канал Диктатура Закона, и вы только что видели кризисный центр и маленькое исполнение послания главы государства. До скорого, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова